Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Клемюк. Так много интересного, особенно среди поп-звезд, попа-звезд, да? Ну вот, в частности, беда курит в последнее время Анастасия Волочкова. Пожалуй, я на Анастасии Волочковой сегодня остановлюсь и посмотрю, что ж такого происходит. А происходит следующее. Происходят жуткие вещи. Ну, то, что она ведет себя некрасиво, вы все видите. Но в данной ситуации, во-первых, алкоголь, сексуальные какие-то извращения, вообще половые извращения и проблемы. То есть половые проблемы тоже. Во-первых, инфекционное заболевание возможно, и это все возможно уже в декабре месяце. Тем не менее, деньги к ней, как ни странно, поступают. Девушка достаточно хитрая, достаточно... Ну, человек заточен на то, чтобы получать деньги. Вы, наверное, знаете анекдот про обезьяну, которая сидит на берегу и в реке, знаете, полощет кожуру от банана. Обезьяна, ты чего полощешь кожуру от банана, да? Дай 100 рублей, скажу. Ну, вот та же ситуация. Конечно же, есть проблемы с творчеством у нее. Но эти проблемы начнут постольку, поскольку решаться. Но ноябрь, конечно, жутковатый. Если говорить о конце года, именно декабрь 2021 года, то деньги у нее будут. Хотя работы вроде как у нее и нет. То есть человек может где-то лежать на берегу, скажем так, на работу не ходить, но деньги у нее есть. Как говорится, догадайтесь откуда. В целом, ну, во-первых, ей надо лечиться, ребят. Ей надо действительно лечиться, лечиться, лечиться. Что касается кармических каких-то задач, то по... Сейчас я назову даже три примера даты. До середины июля у нее идет проработка кармических узлов. Это личность. То есть здесь дано очень много возможностей. Прежде всего, возможности себя показать. Ну, вот она и показывает, в принципе, то, что есть. Да? Она этого не понимает. И здесь кармический узел идет параллельно с черной луной лилит. А черная луна лилит, я зову ее девушка легкого поведения. Ну, вот, в принципе, так и ведет себя Волочкова. Все, что дает ей черная луна лилит, это греховность, мысли, мысли, поступки. И она становится, во-первых, сексуально притягательна. Ну, дорогие мои, то, что мы видим где-то ее там в Турции или еще где-то сняли, там, писающую под елочкой и так далее. Ну, мужчины, они... им это нравится. И здесь другая ситуация. Те, кого она притягивает, то есть те, с кем она дружит, кому она нравится вот в данной ситуации, на данном этапе, это... они являются зеркальным отражением ее собственных пороков, ее скрытых влечений. Она совершает сомнительные поступки и старается, конечно же, использовать других в корыстных целях. Ну, все, что она делает именно в этот момент, вот на данном этапе, и это будет продолжаться где-то до начала февраля. Какая-то такая ситуация, о чем мы услышим, будет в конце декабря. Декабря, конец декабря, это у нас примерно даты... Ну, короче, до 10-го, до конца декабря что-то там у нее произойдет. Может, числа 25-го, может, еще какого-то. Но в целом, дорогие мои, с февраля месяца... Здесь, конечно, оно будет происходить более-менее мягко, но... Почему мягко? Потому что судьба дает всегда выбор, так или этак. И я уже часто говорила в своих материалах, что встреча Плутона и Сатурна в декабре 2020 года – это некий коридор. Коридор нашего мира, вот, как говорится, духовности, это отношение к социуму, уважение социума, ну и, конечно же, то, что она творит, и, скажем, мир потусторонним. Так вот, в этот коридор она попадет где-то с конца января месяца. Сказать, что это будет жесткая какая-то проверка, я не могу сказать, но здесь будут заболевания, заболевания костно-мышечной системы. Здесь могут быть некие аварийные ситуации. Во-вторых, она может стать жертвой энергетического воздействия. Это может быть и крах карьеры, это может быть и... Её могут втянуть куда-то в какие-то секты. Во-вторых, у неё будет происходить ломка, то есть подсознательные процессы, понимание, ощущение того, что происходит, у неё напрочь будет стёрто. И именно с конца января у неё появится страх. Это ощущение опасности, страх смерти. И здесь, конечно же, надо будет обратить внимание на свою психику, на симптомы, потому что здесь идёт развитие неврозов, психических заболеваний, будут учащаться приступы, припадки. Они и сейчас есть. И это, знаете, как я бы это назвала, даже белой горячкой. Но то, что интерес к смерти у неё будет, столкновение со смертью других людей, тоже именно это ещё даст нарушение, серьёзное нарушение. И это тот период, когда она может испытать какие-то отравления, я бы сказала, тяжёлые, и может появиться возникновение опасных заболеваний. Во-вторых, Анастасия Волочкова, девочка уже взрослая, и здесь, хочешь не хочешь, у неё будет проявляться климакс, то есть гормональная перестройка организма. Во-вторых, здесь могут быть несчастные случаи в результате аварий. Ну, я так скажу, аварии, взрывы, природные какие-то катаклизмы. То есть здесь достаточно жёсткий она проходит период, и именно благодаря климактерической перестройке организма. Во-вторых, у неё возможны проблемы с беременностью. Она может, ну, может залететь, может ещё как-то. Я уже в это не полезу, хорошо? Что касается каких-то любовных отношений, ну, у неё этого достаточно, то здесь она будет использовать некие, ну, грязные методы, шантаж, угрозы. Чем может окончательно погубить, прежде всего, свою репутацию. Ну, у неё нет благополучия в семье, дочка живёт с папой, с мамой там тоже сложные отношения. Ну, это, в общем-то, сложный такой период. Вообще сложная жизнь. Вот эта красота, которую она там показывает на людях, да, вот на телеканалах, это всё, это всё, ребята, это всё не то. С декабря месяца 2021 года, где-то до середины апреля 2022 года, здесь будет попытка заработать. Ей захочется много денег. И прежде всего, и всё, знаете, вот материальное, 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 она может получить деньги, но это деньги будут неправедные. Откуда, откуда эти деньги? Ну, давайте так я скажу, их принесёт ей Лилит, чёрная луна Лилит. Это фиктивная планета, я как выше сказала. Но здесь, дорогие мои, могут быть и не деньги, здесь могут быть потери. И эти потери... Чёрная Лилит, она очень такая, знаете, подружка-подружка, но потом, когда запахнет жареным, она сдаёт всех. Вот буквально всех сдаёт. Я всегда привожу такой пример, это посадки чиновников, некоторых которых в Беларуси сажали. И там у всех чёрная луна Лилит именно находилась в доме, в натальной карте, деньги, вот имущество и так далее. Она их просто сдала всех. Ну, и здесь, конечно же, будет сложный период, потому что, да, здесь будут, скорее всего, потери, потому что она или куда-то вложится деньгами, или же, если она получит, то это деньги неправедные, и могут быть проблемы ещё с законом. То, что проблемы с законом у неё будут, это однозначно. Но здесь уже с весны начнёт её, конечно, колбасить. Она будет суетливой, назойливой, болтливой. Какие-то сомнительные знакомства будут, какие-то грязные разборки, сплетни с родственниками, соседями. То есть, вот все, кто будет встречаться на пути, со всеми будут некие разборки. Что касается её здоровья, служения, скажем так, и так далее, то здесь, конечно же, проблемы начнутся где-то с августа 22-го года. Да, и прежде всего здесь, вы знаете, во-первых, ей надо смотреть, какие таблетки и сколько она их принимает. Что касается здоровья, то по здоровью я здесь скажу так, что здесь, к сожалению, со здоровьем будет сложно, потому что до середины июля 22-го года опять же проработка кармических узлов, и это по партнёрству. Сказать, что здесь будет ого-го всё, я не могу сказать, потому что будут некие потери в партнёрстве. Во-первых, это другое время, уже практически многие обнулились, да, и 22-й год это будет для неё некая такая, как бы вам правильно сказать, попытка её изолировать, то есть изолировать её в четыре стены. Конечно же, после вот этого, где-то вот до середины июля, вот эта кармическая, кармическая она будет, ну, она будет пытаться, если не творчеством, то какими-то личными контактами всё-таки где-то чего-то заработать. Это проблемы будут с домом, ну, и, конечно же, здесь уже в оппозицию станет чёрная луна лилит по восьмому дому гороскопа. Будут моменты, когда, конечно, ей будет очень сложно. Подсознательные процессы – это, ну, вы знаете, у неё постоянно по жизни, в подсознании, в уме цель – это заработать деньги, это сексуальные вот эти потребности. Ну, ну, вот то, что мы видим, вот это вот оно и есть. И это всё есть. К сожалению, как говорится, из песни слов не выкинешь, мы всё это очень хорошо видим. Что касается карьеры, то с ноября, ну, вот где-то по ноябрю уже 22 года, то здесь, вы знаете, что, конечно же, она может, благодаря какой-то коллективной энергии, может быть, достичь каких-то целей. Но, опять же, дорогие мои, это цели, люди, которых она притягивает, это её зеркальное отражение. К сожалению, если мы возьмём шоу-бизнес, то, простите, непонятно, что они делают дома, да, в таком виде. Буквально сегодня прочитала, что Киркоров непонятно в каком состоянии бегал там за всеми где-то на какой-то, на каком-то мероприятии, да. Если брать каких-то богатых людей, ну, ребят, ну, вспомните Соколова, да, который расчленил студентку. К сожалению, знаете, как подобное притягивает подобных. Поэтому приход к власти через какую-то, я бы сказала, серию тайных интриг, захват власти насильственным путём вот эти вот попытки, то есть она попытается куда-то, скажем так, пробиться. Но, к сожалению, здесь, если брать по социуму, то, ну, к сожалению, вообще может произойти кармическая расплата. А кармическая расплата может быть это или же помещение в какую-то клинику, или же полный разрыв с партнёрством. И здесь, скорее всего, что она сама может себя как бы изолировать. И я думаю, что вы все прекрасно понимаете, знаете, что бывают моменты, когда нам самим не хочется никуда уходить. Ну, вот как-то так. Так, это такая интересная жизнь у неё только благодаря тому, для неё интересная, да, что, как я сказала, она притягивает подобных. В целом, в целом, конечно же, вот, например, с февраля месяца, ну, да, у неё будет некая изоляция куда-то. Скорее всего, она ляжет или в клинику, или же её, может быть, положат друзья какие-то. Но, что касается ноября, то, конечно же, здесь потери, убытки. Сказать, что это будет всё несправедливо, можно сказать и так. Так, потому что здесь, во-первых, некие суды могут быть. Может, они уже и были, эти суды. Но, в крайнем случае, вот эта ситуация, когда она писала там где-то под ёлочкой, она её здорово тоже выбила из колеи. И здесь, конечно же, ждут её не самые лучшие времена. То, что она выпивает она, она будет выпивать. И самое интересное, что она занимается оккультными какими-то практиками, дорогие мои. Вот эти все оккультные практики, если нет, тебе не дано это по судьбе, и ты начинаешь где-то у кого-то учиться, куда-то где-то ходить. Ну, дорогие мои, вот такая вот ситуация и будет. Поэтому здесь такое впечатление, что человек может вообще, ну, скажем, выйти из окна. Ну, это вот то, что есть, то есть. Ничего хорошего я не вижу. Здесь полностью идёт проработка, обнуление как бы её человека. Ты, вот ты, Анастасия Волочкова, то, что ты танцуешь хорошо, да? А какой ты человек? Вот мы видим, какой она человек. Дальше мы видим по кармической линии это... Здесь у нас ещё будет... Подождите, сейчас секундочку гляну. Это партнёрство. Это отношения. Это отношения с друзьями. Это отношения с коллегами. Это отношения с близкими людьми. Это отношения, даже если она сидит за рулём и куда-то едет, или её кто-то там везёт. Ну, а дальше пойдёт уже здоровье. Где-то с июля, ну, где-то с середины месяца будет проработка по здоровью. И, 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 сейчас, секунду. И, скорее всего, как я сказала, это будет некое подведение итогов. И здесь это будет вторая половина июля. Может, раньше, может, немножко позже. И лучше, конечно, здесь уйти добровольно в уединение. Как я сказала, вполне возможно, что она, может быть, ляжет в больницу. Может быть, она будет сидеть дома. Вообще, это очень сложный период у неё. Уже начинается. И хочешь, не хочешь, я ей не завидую. Мне её даже где-то жалко. Потому что выкупить такой огромный дом, дворец, его надо содержать. И с деньгами то они есть, то вообще, как говорится, непонятно, что творится. И у неё начинается агония. И здесь именно в данный момент, и весь 22-й год ещё, он очень долго затянутся. Вот эти кармические узлы, они её будут, знаете, как говорится, держать на коротком поводке. Это некая, это идёт отдача кармических долгов. И здесь можно расплатиться не только имуществом, деньгами, но здесь можно расплатиться даже здоровьем, жизнью, если хотите. Дорогие мои, это был краткий обзор Анастасии Волочковой, насколько возможно. С вами была я, Зоя Климёк. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Удачи!